Так, добрый вечер! В общем, вы видите человека, который доехал на машине из Питера до Читы. Вот мы сейчас находимся в Чите. Здесь замечательный пейзаж. Сегодня, дай бог памяти, 4 августа. Ну и, как сказать, друзья, родственники, они, в общем, спрашивают, как, что, вообще люди по пути. За сколько доехали? Кто-то там хвастается, что мы за 5 дней там доехали, а мы там еще за сколько-то. Но, друзья, я не буду, не знаю, выпендриваться в плане скорости. Мы ехали 25 дней. И я по дороге не снимал, как бы, блог, вот как мы едем, там, тяжелые дорожные, там, какие-то приключения. Вот я снимаю один ролик в конце, где я вам все, как бы, подведу итоги, все расскажу, что мы делали, как ехали, какой у нас был принцип, формат, расходы и так далее. Где мы ехали? Ну вот так дорога примерно выглядит, хоть кто вообще не шарит. Вот Питер с северо-западе, да, европейская часть. И вот уже, вон даже Пекин написано. И вот Чита, вот здесь уже рядом, вот Монголия, здесь рядом Казахстан, Монголия и Китай. Вот мы здесь. Может быть, кто-то спросит еще, почему Чита, что это за такая финальная точка, почему я здесь подвожу итоги. Друзья, до Китая 500 километров, как бы, проект был доехать до Китая. И это как конечный город в России, ну, на нашем, по крайней мере, маршруте. Я боюсь, что завтра мы заедем в Манчжурию, я забуду, как бы, наше путешествие по России, вообще обо всем на свете. Поэтому сейчас подвожу итоги. Путешествие по России заканчивается. Посмотрел километраж от Питера до Читы. Яндекс вообще что-то подвис. Google сказал, 6700, это самый короткий путь. И плюс, ну, мы сворачивали в стороны, мы, как бы, заезжали в Хакасию, мы заезжали на Альхон, на Байкале. Мы там заезжали в разные еще города. То есть у нас путь непрямой был. Поэтому, ну, 6700, там, 7, это минимум. Я потом посмотрю точнее маршрут. Ну, просто, чтобы примерно представляли, сколько получилось. В принципе, даже, ну, немного. Немного, если честно. По ощущениям, что ездили, я ездил в Рим на машине, но там 3 с чем-то в одну сторону. То есть, считай, как до Рима и обратно, что-то такое. Какие чувства вызывала поездка? Разные. Честно скажу, периодически такая усталость находит, что уже ничего не хочется. Ну, такой периодически, что, блин, чувствуешься дальнобойщиком. Но мы где-то по дню на город выделяли где-то больше одного дня. И сейчас про расписание еще подробнее расскажу. И когда ты просыпаешься, зная, что... Не, засыпаешь в новом городе, зная, что утром будешь видеть новый город, новую вообще концепцию градостроительную, то хочется просыпаться, в общем. Просыпаешься с радостью. Так, я умно сказал, градостроительную концепцию. Откуда это взялось вообще у меня? Ну, в целом, конечно, крутейшие впечатления. Понимая, что Россия у нас большая и великая. Какое расписание? Каждый день. Как бы выезжали мы в ночь, вечером. Или до час пик, или после. Или в 4 вечера стараешься. Или в 8 вечера. Среднее расстояние между городами около 500 километров. Где-то 300. Где-то 700. Где-то 1000. Но вот, большой перегон запомнился от Красноярск, Иркутск. Там больше 1000 километров. Маленькие перегоны. Там где-то в районе Кургана. В районе Вологды. Там вот эти Вологды, Ярославль. Там Кострома. Маленькие перегончики. Маршрут, да. Ехали сначала по северу страны, потом как бы на юг ушли. С Питера поехали на Вологодскую, Череповец, Вологда. Там покрутились Кострома, Ярославль, Иваново. И так потихонечку на юг стали спускаться. Из Иваново пошли на Йошкар-Алу. И дальше на восток. Всякие там Башкирии. Уфа, Челябинск. Кемерово заезжали. В Абакан заезжали, в Хакасию. Ну и так на восток, на восток. Мимо Байкала заехали. Да, на знаменитый остров Ольхон на Байкале. И ушли вот на Читу. С погодой считается, что не повезло нам. Погода много где была. Даже неожиданно. Такая питерская. Плюс 20. И холоднее. Ветер пасмурно. Другой раз просто грустно становилось. При этом в Питере, вот сейчас 2018 год. Парадоксально, наоборот, была жара. Мы смотрели эти новости. Можно таки с Адамаза заниматься. Еще смотришь погоду в Питере. И потом у себя здесь на небо. Ну вот сегодня в Чите жаркий день. Например, там не знаю сколько. 26. Солнечно. Ну а были разные деньки, как я сказал. Вот, например, в Хакасии. Там озера эти, речки. Красота такая неописуемая. А купаться, как бы, под большим сомнением. Потому что, ну, холодно. Кому непонятно, что... Вот это штора. Где я сижу? Я сижу на подоконнике. Вот здесь гостиница. Гостиница вот с таким видом красивым в Чите. Гостиница, например, не скрываясь, с удобствами на коридоре стоит 1300. Одна из самых дешевых гостиниц. Самая дешевая гостиница у нас. Гостиницы по России стоят по-разному. Ну, мы такие, как бы, иногда экономили. Иногда, если гостиница классная, денег не жалко, там. Заезжали в такое место, например, Клёс называется. Это такой курорт на Волге. Вот. Там, например, такой симпатичный номер, там, 3500 стоил. Ну, в среднем можно, не знаю, до 3000 можно вполне прилично останавливаться. Причем, в гостинице, как бы, двух типов. У одних чекаут, выселение в 12, у других сутки дается. Вот, в этой, например, в 4 утра приехали, в 4 уедем. Можем раньше. Вот. Ну, очень удобно на сутки, конечно. Ну, вернусь к расписанию. Мы вечером выезжаем, там, 8-4, в зависимости от настроения, расстояния. Ночью, там, не знаю, в час ночи приезжаем в тот или иной город. Находим гостиницу в Яндекс.Навигаторе. Вот. Стараемся, который на сутки заселяют, чтобы до следующего вечера здесь тусоваться. Если не найти, ну, фиг с ним до 12 тогда. Вот. Спишь. Где-то в гостинице. Завтрак предусмотрен. Там, утром ищешь, где бы позавтракать. Потом гуляешь. Смотришь город. В каждом городе что-то, как бы, что-то должно сделать твой день. То есть, каждый город гуляешь, там, за несколько часов, за 4-5 часа, там, ну, смотришь на TripAdvisor или где-нибудь, что смотреть в том или ином городе. Ну, в Яндекс забиваешь, что смотреть там, не знаю, чита. И все ты там увидишь. В общем, ну, что цепляет глаз туда, едешь, смотришь. И за несколько часов обязательно что-то в этом городе сделает твой день. Как бы. Что ты так уже... Оп! Ох ты! Ну, что-то тебя там впечатлило. Ну, например, например, вот из Улан-Удэ уехали. Там Башка Ленина, такой невероятный памятник. Огромная Башка Ленина. Я такого никогда не видел. То есть, я ее увидел, все, мне уже впечатлений почти что достаточно. В итоге получается, как я уже сказал, Каждый вечер ты приезжаешь потемка в город, там, ночь, по-тихому. Заступили в город. Так уже что-то видишь там, какие-то очертания. Мосты там, горы какие-то. Может, светать, допустим. То есть, ты уже такой в предвкушении. Что завтра? Что-то завтра я увижу. Уже что-то, может, глаз зацепило. Так, опа. И все, ложишься спать весь такой. А, завтра. Как интересно. И утром просыпаешься, да, и вперед. Это кайф, конечно. Особенно в середине путешествия. Там, не знаю, первая, вторая неделя. Потом, если честно, уже такое насыщение. Даже присыщение какое-то. Но в целом, все равно, аж тырец. Да, всю поездку, в общем, конечно, круто. Ну, конечно, круто. Все время новые города, новые люди, новая еда. Да, впечатлили, конечно, республики, как отдельные страны. Каждая там, не знаю, Хакасия, Бурятия. Бурятия вообще бомба просто. Ну, она просто последняя. Потом мне только что вот уехали. Поэтому самая такая на памяти. Люди буряты, да, отдельные веры в них, буддизм, храмы эти, дацаны. Правда, как другая вообще земля, другая страна. Еда там, свои у него. Смотрю, не столовая, а кафе поздное написано. Поздное. Что за поздное? А это у нас такая еда из позы. Что за позы? Потом оказалось, что бузы есть еще. Бузы. Что за бузы? То есть, идешь, разбираешься. Это такие, типа, пельмени, но такие вкусные штуки. Я вообще так, я и не знал ничего такого. И это есть, и, в общем, да. И много-много всего. Дороги на пятерку почти везде. Вот где федеральные трассы, там все отлично. Где какие-то непонятные перегоны, там всегда вопросы. Как правило, вопросы. То есть, там пока, не знаю, до перегона Иванова, Ешкрала, все было отлично. Там такие короткие перегончики от города к городу, все хорошо. Раз поехали по непрямой трассе, там на Юга предлагал из Иванова до Ешкралы, через Нижний Новгород, там еще через что-то, через Чебоксары. Нет, я поехал более короткой, через поля леса. В общем, там нахватался колдобин, в какой-то степени жесть была. Ну, на троечку, но, знаете, так, чтобы колеса потерять, такого нет. Или вот здесь сейчас Улан-Удэ-Чита, потешная трасса, там что-то 650 километров. Тоже, я так что-то устал. Тоже, ну, колеса не потеряешь, но много где ремонты, грустно. Такое ощущение, что бутафорика это. Ремонты везде на знаки поставили, что-то все разбомбили. Ни техники, ни людей, ничего не видно. Как бы непонятно, что происходит. На Альхоне вообще самая адская дорога. Специально, видимо, чтобы там этим монахам, я не знаю, не мешали там умиротворению их на машинах. Никто не ездил, в общем. Вся машина стиральная, это доска такая. Да, на Альхоне просто чемпион по, как я, первое место по самой ужасной дороге. Это острову Альхон. Раз уж коснулись Альхона, Байкал, конечно, крутой. Это не озеро, это море с пресной водой. Огромное, курортное. Там куча пляжей, куча курортных мест, куча всяких баз отдыха. Так что на Байкал, если соберетесь, это смело будет. Пляжный, морской отдых, только без соли. Не надо соль себе смывать. Наслаждайтесь пресной водой. Спали ли в машине? Да, иногда спали. Машина, еще в конце ролика покажу. Микроавтобус, сидухи раскладываются. Там можно, думаю, матрас. И, ну, спишь в исключительных случаях, как, или, не знаю, даже просто надоедать уже гостиницей в какой-то момент. Честно скажу. Вещи эти таскать, договариваться, искать. Просто все разложился. Красивый вид. Там, не знаю, воздух свежий. На берегу Байкала. Ну, как не. Зачем им лезть в гостиницу, чтобы можно так отдохнуть. С красивым видом и так далее. Утром просыпаешься, прям восход встречаешь. Очень круто тоже. Брали, разноображивали дорогу бла-бла-каром. Баловались, забрали пассажиров. Без жести. То есть, не так не набивали их, что там каждое место занято. Сколько получится про бла-бла-кар. Там отдельная история. Можно отдельно все рассказать. Сейчас расскажу, кстати, отдельно. И, ну, тоже круто, конечно. Люди разные. Помогают в дороге. Что-то комментируют, там, как ехать. Подсказывают, так рассказывают. Куда сходить, чего. В общем, тоже. Ну, добавляют впечатлений значительно. Ты, как бы, местный колорит больше чувствуешь. Потому что люди-то ездят местные, там, из одного города в другой. Таких путешественников. Бывают путешественники. Попадались граждане Турции даже по дороге. Но я отдельно это расскажу. Отдельно я имею в виду уже в другом ролике. Расходы, я думаю, всем интересны. И мне было интересно. В общем, 25 дней потрачено 135 тысяч рублей. Это, это. С учетом, в том числе, ремонта автомобиля. Это два помененные шины купленные. Две задние баллона. После ольхона колеса умерли. Как бы одно колесо не выдержало. Полез корт, грыжи. Ну, это так, ладно. Это никому не интересно. Я думаю, что там... Ну, так, по мелочи. Там, расходники у машины меняли. Там, шаровый менял. Там, что задребезжало. Кто еще не посчитал на калькуляторе, 135 поделить на 25 равно 5,4 тысячи рублей в сутки. И эта цифра, с учетом еще Блаблакара, сейчас полностью эту сумму все расскажу. 5,4 тысячи рублей вместе с ремонтом автомобиля. Смотрите, основные расходы, ну, сразу, едем на машине, топливо. 500 километров у меня это где-то 2 тысячи рублей. Может быть покрыто Блаблакаром. Блаблакар где-то эту сумму вот и покрывает. Берем четырех пассажиров. Там, микрик я брал. Четырех старался. Бывает даже в плюсе редкий случай, что остаешься по этим с Блаблакаром по бензину. Ну, в общем, они могут закрываться. Эти 2 тысячи Блаблакаровцами. То есть, как бы в ноль можем выходить. Ну, далеко не всегда. Пассажиры не всегда набираются. Или вообще их просто не всегда хочется брать. Так, ну, с топливом разобрались. Гостиницы. От 1300, как я уже сказал, до, ну, там, до 3500. Да? Ну, возьмем 2 тысячи. Две на бензин, две на гостиницу. Четыре. Вот, уже ушло. И, конечно же, еда. Еда бывает разная, да? Бывают столовки. Бывают какие-то пришоссейные кафешки. Бывают приличные, модные какие-то рестораны. Вот. Цены, ну, не знаю. Самая дешевая, чтобы мы поели вдвоем. 250 рублей. Кстати, наверное, в Бурятии. Вкусно. Дешево. Просто вкуснятина. Тебе эти как раз бузы принесут. Они сытные. С мясом. Это как, это как большие такие пельмени с мясом на пару. Тебе принесут там пять штук. Ты ими объешься. И салат еще. Вот мы ели, да. Кстати, в приличном месте. Вулан-Удэ Бууза Плейс, что ли? Как же? Бууза Рум. Вот называется. Вот там покушано 250 вдвоем. Самое дорогое. Ну, сами понимаете, тут не ограничено. Ну, на две тысячи можно где-то поесть. Так что, ну, берем в среднем, там, не знаю, вдвоем покушать. Ну, 700 рублей. И два раза питаешься в общепите. Третий раз. Ну, это мы. А вы это как хотите. И третий раз можно в магазине закупиться. В машину, потому что вечером надо опять в путь. Закупаешься. Молочку, творог, йогурты, сырки, орешки, там, бананы. И все. Ты живешь по дороге. Что-то у меня, вот я вот смотрю на себя, у меня даже вид как-то уставший тут. После всего. Ну, вчера дорога была непростая. Это я не все время так выгляжу. Что меняется, пока едешь по России? Из-за европейской, вот сюда, в Забайкалье ехали, там, Сибирь, Урал, да. Меняется культура вождения. Если, скажем, в европейской части, там, езда по обочинам, там, такие всякие подрезания, там, такое, движ такой. Люди менее друг друга уважают. Серьезно. В Сибири, извините меня, то ли люди так более суровые, если что, придет и накажет, то ли... Ну, просто, ну, как, человек к человеку, ну, ты же мой сосед. Мне кажется, такие отношения, никаких обочин, не единичный вообще случай, все в пробке стоят. Ну, видимо, если человек там мчится по обочине, ну, он уж совсем, не знаю, жена рожает, действительно. Здесь не принято, друзья мои, верьте, не верьте. Потом, чем на восток дальше едешь? Часовые пояса, кстати, это так, к слову, тебя навстречу идут. Думал, поспишь 7 часов в гостиницу, въехал. Извините, подвиньтесь, уже плюс 1 час. На час раньше тебя выселяют. Такой, были, да, реально такие случаи. Проснули, о, в 10.30. Плюс 1 час уже, ну, он пришел. Часовой этот, въехали. Часовой пояс. Уже 11.30, уже сейчас 12, выселят. Никого не трогает, откуда ты приехал. Хочешь, он хоть 3 часовых пояса проедет, плюс 3 часа уже. Меньше на 3 часа спать. Вот так. Здесь плюс 6 часов от Москвы в Чите. То есть, потихонечку, потихонечку, плюс 1, плюс 1. Только в машине меня. Телефоны не все реагируют. Android так и остался на 2 часа назад. Вот у него почему-то минус 2 часа от Читинского. iPhone в адеквате вообще в полном. Все, все чекает, все напоминает. Так вот, все-таки про дорогу. Гаишников меньше, чем восточный. Камер меньше, чем восточный едешь. Все, камер меньше, меньше. Люди так, уже встречечку так по полной. У нас-то, извините меня, в Питере, там, Питер, Москва, да и вот эти все города, там, в районе Ярославля. Извините меня, встречки не боимся нарушать, там, не принято. Гаишник прихватит и прав лишит, да. Ай-яй-яй. А здесь как-то нормально, так обгоняет. Нормально, днем. Вот. Деревень меньше между городами. То есть, в европейской части ездишь, деревни, деревни, там, ну, не надо, говорю, кто ездил в Питер, Москва, тот знает, там, все в деревнях. Все в камерах, все в деревнях. Здесь от тысячи километров, от Красноярска до Иркутска, не знаю, там, три города, десять деревень и все. Поля, 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 леса вообще, реки, озера. Здесь просто просторы бескрайние, конечно, ездишь. Заправки-то другой раз. Раз там в сто километров, а то и реже. Цены на бензин разные, но в основном крутятся вокруг этих, вокруг Питерско-Московских. Ну, минус два рубля где-то было тут на дизель в каком-то городе. Самая большая скидка. Вот сейчас приехали в Читу, видимо, из-за того, что Китай и Монголия рядом. Там, пол, ну, ладно, сейчас, полтосик хотел сказать. Вы же не знаете, сейчас будете смотреть ролик через год, уже цены другие. Плюс пять рублей, короче. Плюс три, плюс пять дороже здесь. В Чите, чем в Питере. Дороже. Ну, ладно, наверное, я уже даже, может, слишком много рассказал. И общие впечатления, если подводить итоги, конечно, позитив. И, конечно, безусловно, страна у нас великая. Знаете, слово «великое» у него есть конкретное значение. Это как большая. Она большая. Едешь, едешь, едешь. Двадцать пять дней едем. И никак не закончится родина. И впереди он еще до Владика, там, две семьсот. То есть, в целом, кайфово, люди кайфовые в целом. Ну, да, там, не знаю, никто там не улыбается притворно, да, как там, не знаю, в других странах. Но люди помогают и общаются приветливо и в целом по-своему. Да, везде русский язык, само собой, да, там и в республиках, и везде. Еда, везде эти чудо-бренды, везде, там, есть бренды, которые везде. Стараешься выбирать что-нибудь местное, так, чтобы туризм был и пищевой тоже, или, не знаю, так, гастрономический. Есть, бывают бомбические вообще попадаются продукты, очень вкусные, необычные. Ну, именно в магазин там идешь что-то, шоколадку какую-нибудь, мороженое. То есть, это же все тоже разнообразно, это все прикольно. Слушайте, все круто и не хочется, честное слово, не хочется прям что-то особо выделять. Какой-то город, какое-то место. Везде свой прикол. Нельзя сказать, что там на Байкале круто. Там вода, там красота, там горы, там все. Не знаю, Ярославль круто. Там этот полуостров такой красивый. Там каждый город, какая-то своя концепция. Везде что-то крутое. Улан-Удэ круто. Не знаю, Вологда, там свое что-то круто. Курган свое что-то круто. Везде что-то ты, везде, как я говорил, что-то выстреливает в итоге. Гуляешь, смотришь и впечатляет. И раз везде-везде круто и ждешь новые города и благодаришь старые, в общем, то в сумме вот в целом позитивная картинка. Иностранцы, друзья мои. Иностранцы на Байкале вообще тьма. Ну, Байкал, да, это легендарное место. Но если только в Иркутске тоже. И в Череповце тоже. Ну, так на скидку, что вспоминаются. То есть приезжают там и автостопом, и так, и туристическими группами. Иностранцы в Иркутске, да, французы были. Ну, не так, что они прям, не знаю, под ногами. А, Новосибирские. Чем восточнее, тем китайцев больше, конечно. Новосибирские, китайцы. Ну, везде, везде были туристы. Я имею в виду именно иностранные. Цены про гостиницу вам рассказал. На продукты примерно одинаковые. Ну, дешевле чуть-чуть. То есть было ощущение, ну, чем от восточной едешь. Было ощущение, там, закупились в каком-то магазине. А, эти пятерочки магниты пропали к какому-то моменту. А здесь в Чите их не видно. Еще какие-то города. Ну, то есть есть магазины, которые пропадают. В Хакасии их было, по-моему, не видно. Куда-то пропали. Ощущение такое, что все-таки продукты дешевле. Потому что закупаешь там продуктов. И прям говоришь, слушай. Мне кажется, в Питере мы потратили на это 500 рублей. А ты, а здесь 300 там потратил. То есть все-таки немножко дешевле. Эти, сфера питания, там, услуг тоже подешевле. Пример вам автосервис. Диагностика в автосервисе, там, диагностика подвески 300 рублей. Вот такого плана. Заезжал на дилера в Кемерово, дилера Hyundai. И, во-первых, свободных, ну, больше свободного времени у них. Пожалуйста, можешь просто сразу записаться, сразу приехать и тебя обслужат. И цены вполне себе такие съедобные. Ну, я считаю, это без конкретики. Но удивлялся, что вообще реально оригинальные эти запчасти адекватно. И, ладно, боюсь соврать просто, не буду врать. Ну, там, я не знаю, съездил, что-то было связано, шаровую поменять, тормоза, тормозные колодки спереди. И что-то там 4000 рублей. То есть, ну, в принципе, категория цен, вот что-то такое. А вот флаг буряти, который мне так понравился.